Бог дал человеку свободу выбора между добром и злом. Читая вашу книгу «Сотворение мира, спаси себя». Получается, что светлые и темные силы Вселенной постоянно вмешиваются в сознание людей. Как тогда понимать свободу выбора? Но они могут вмешиваться, хоть справа, хоть влево, слева. Это понятно, да? А как понять свободу выбора ваших? А вы-то куда склоняетесь? Ваше-то решение где? Вот вам чего-то темное внушили, вы-то ударинулись и подчинились этому внушению. Было ли там ваше что-то? Нет. Или светлое? Ну, со светлыми немножко легче и проще, но все-таки вы должны же иметь свое мнение. Ведь я вам рассказывал историю, что мы когда с Игорем Орепьевым учились в 13-м надзиакальном класс, надзиаком, есть класс такой надзиакальный, и мы там учились. И когда мы вошли в класс, там справа сидели ангелы, архангелы, они пришли на обучение к отцу, а слева-то сидели темные владетики. Они тоже учатся, оказывается, и они хотят обрести божественные знания. А в центре никто не сидел. В центре это была как бы некомандная зона. Мы могли сесть к архангелам и ангелам, мы могли сесть к темным владыкам, но тогда мы бы как бы шли с ними согласованно в одной колонии. Но мы с Игорем сели, взяли за ручки, как дети сели. На первую парту в самом центре. А все парты сзади нас тоже были свободны. Никто туда не ходил. И все начали шептаться, вот сумасшедшие. Они что, не понимают, что они теперь одни должны, без команды идти. Но получилось так, что вот кроме нас и никто и не вышел из этого класса. Вот Ирина тоже интересуется, Аркадий Нович, разъясните, есть сыновья Отца Небесного, а дочери? Конечно, есть. Но дочери-то должны достичь единства. Мы все должны прийти в единстве. Если мы приходим одни, сами по себе, без второй половинки, то первый вопрос Сознателя так и будет, а где твоя вторая половинка? Нас-то учат единству. Если мы здесь на Земле не можем друг с другом договориться и понять друг друга, то, чего мы ждем там, там на небе, это тоже никто не оценит, что вы такая вот лихая, все прошли, все сумели, и ничего в общем-то. Только остались одни почему-то. Да, вот Фарид по теме вебинара спрашивает. Добрый день, уважаемый Аркадий Нович, в скрижалях света указано, что лучи Монаса можно сочетать с солярными, и центральный солярный при этом работает как отбойный молоток. Уместно ли его использовать для дробления камней почек и других отложений? Ну, видите, сами лучи уже учат вас и дают вам определенные знания, потому что это действительно обучающие лучи. И когда вы с ними работаете, вы можете узнавать все больше и больше нюансов в их работе, и, конечно, они могут так работать, можно сочетать их. Они иногда и сами. Вот были такие случаи, когда мы работали с одним лучом, но ситуация у каждого человека разная, и возникала необходимость, например, привлечения других лучей. Так вот, сам луч призывал другой луч на помощь себе. Субтитры создавал DimaTorzok